Да, добрый день, коллеги. Наш очередной вебинар сегодня посвящен кукурузе и как на ней заработать в текущем году и в текущих, само собой, условиях. Понятно, что все, что происходит в мире, оно как-то влияет на сельское хозяйство. В нашем случае на кукурузу влияние было оказано очень сильное. Соответственно, кукуруза у многих стала культурой такой на грани рентабельности. У кого-то даже в минус ушла, но опять же остаются те, кто и даже в таких условиях способен зарабатывать на кукурузе и очень хорошо зарабатывать. И сегодня мы хотим поговорить об этих, в том числе, практиках, как реально можно заработать на кукурузе, само собой, кукурузе компании Сингента. По содержанию нашей презентации мы поговорим, вспомним немножко о рекордах сезона 2023, чтобы вас воодушевить. Поговорим о портфеле гибридов кукурузы, наших новинках и самых популярных гибридах и как, зная некоторые нюансы этих гибридов, получать от них максимум прибыли. Также вспомним, какие есть программы поддержки агропроизводителей у Сингента. Это Агриклайм и программа Зорро. Ну и опять же, еще раз напомним, а для некоторых, может быть, будет новостью, что есть цифровые агрономические сервисы, направленные специально на кукурузу. И с ними как раз можно будет также дополнительную копеечку в ваш кошелечек положить. Итак, мы переходим к блоку рекордов сезона 2023. Здесь мы собрали на этом слайде впечатляющие результаты прошлого сезона. Видите, в оранжевых плашках это результаты на зерно, в зеленых результаты на силос. И, конечно же, не стоит недооценивать влияние погоды прошлого года. Само собой, 2023 год был выдающимся в плане осадков. И это помогло, в том числе, многим сельхозпроизводителям побить свои рекорды урожайности. А в демо-опытах так вообще зашкаливала урожайность. Вот, например, возьмем гибридзи Чуринца с Воронежской области. 152 центнера на гектар. Это уже в пересчете на стандартную влажность. То есть в сыром весе там молотили больше 190 центнеров на гектар. Это, конечно, выдающаяся урожайность. И это без орошения. Думаю, те, кто занимается плющением, оценили бы такой потенциал урожайности. Ну, естественно, не отстают и раннеспелые гибриды. Например, Сира-Танго в Орловской области. 127,8 центнера с гектара. В пересчете уже на стандартную влажность. Если посмотреть на юг, то здесь, конечно же, выделяются гибриды Си Минерва, Си Примео, Си Кариока. Вот эти, конечно, результаты были получены на орошении. Более 150-160 центнеров с гектара. Ну, а чемпионом прошлого сезона оказался гибрид Си Азон. И это для нас тоже было такой, наверное, неожиданностью. Потому что для гибрида СФАО три сотни получать 180 центнеров, само собой, на орошении с приемлемой влажностью, и это дорогого стоит. Павел Адик, можешь такой, какой тебе результат наиболее, такой впечатлил, наиболее интересен? Вот что у нас есть коллеги с разных регионов России. И, скажем, для некоторых, вот такие цифры, там 150-140, они выглядят очень впечатляюще. Но, с другой стороны, вон, я смотрю, есть Си Энер Макс, да, вот у него 119,2. Да, это, кстати, отличный результат без орошения. То есть на Богоре хозяйство получило почти 120 центнеров уже в пересчете на стандартную влажность. И мне кажется, по-моему, это Уст-Лабинский район был. Это нормально. Точно, это был Уст-Лабинский район. Коллеги, меня слышно? Там, потому что, Павел, наверное, там, чтобы связь случилась. Хорошо, я перехвачу, наверное, Павла, комментарии. Вот, по Энер Максу, обратите, пожалуйста, внимание, там 12,2, это самое, процент влажности уборочной. Вот, что еще интересно здесь, что обычно в Краснодарском крае все хозяйства ждут, пока зерно высохнет до влажности уборочной. Когда можно будет хранить? На 14%. Вот. И порой гибриды попадают в очень жесткие стрессовые условия, и масса тысячи зерен бывает довольно низкая. Но не такая, как мы ожидаем, но не такая, какую мы видим в предварительных испытаниях. Это у нас всегда. Вот. И в этом районе, поверьте, урожайность там 80-90, это, ну, случается, когда случается, фермеры очень радуются. Ну, Энер Макс получился около 120, поэтому хозяйство очень довольное оказалось. Павел, ты с нами? Я с вами, надеюсь, меня слышно нормально. Чуть-чуть погромче, если будешь говорить, вообще будет великолепно слышно, но мы по-моему стараемся сделать. Так немножко у тебя хребет микрофон, поэтому лучше его подальше и говорить погромче. Поехали дальше. Микрофон подальше и погромче говорить, верно? О, вообще. Отлично. Отлично. Я просто хотел еще пару слов по зеленой массе кукурузы. Видите эти, конечно, впечатляющие результаты. И больше всего меня удивил Алтайский край. Получать более 600 центнеров с гектара зеленой массы на кукурузе носилось. Это, по-моему, великолепный результат. Плюс вы видите, что было убрано с оптимальным содержанием сухого вещества. От 33 до 35 процентов. И, насколько я знаю, хозяйство было абсолютно довольным таким результатом. Ну а мы движемся дальше. Верно? И буквально несколько слов о портфеле гибридов кукурузы в текущем сезоне. На сегодня у нас в портфеле уже 22 гибрида. Две новинки у нас появилось. Мы о них буквально через деку поговорим. Ну, я напомню, что в нашем портфеле есть гибриды во всех значимых группах спелости. От самых ранее спелых до средне-поздних. А это, в общем-то, охватывает потребности, наверное, 99 процентов хозяйств Российской Федерации. И еще раз напомню, что есть у нас три бренда. Это бренд Артезиан гибриды, которые эффективно используют флагу, как в благоприятных, так и в стрессовых условиях. Есть бренд Пауэрсел. Это специально выведенные силосные гибриды кукурузы с повышенной переваримостью клетчатки и оптимальным содержанием крахмала. Что, собственно, вкупе дает идеальный выход энергии с гектара. Ну, и еще один бренд – это Пауэр Грейн. По-прежнему в нашем портфеле гибрид Сима Римба. Это гибриды суперинтенсивные с очень быстрой влагоотдачей. Как раз для тех, кто готов вкладываться в кукурузу и при этом желает сэкономить на сушке. В итоге получая максимальный возврат инвестиций с каждого гектара. Павел, все хорошо ты рассказал, но я просто коллегам напомню, если есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в секции «Вопросы-ответы» либо в чате. Да, и вот в этот момент мы хотели бы сделать такой экскурс в наши новинки. Первым гибридом, о котором мы поговорим, будет гибрид Спектрал. Так вот выглядит его початок, согласитесь, впечатляюще выглядит. И что здесь можно отметить? Видим, что это, конечно же, зубовидное зерно с такой даже, наверное, повышенной зубовидностью. Наверное, помните, у нас есть гибрид Фотон, Си-Фотон, по крайней мере, был в нашем портфеле. И вот у него похожее зерно, что обеспечивало ему очень быструю влагоотдачу. Ну, здесь мы видим также многорядный початок с очень длинными зернами. Это как раз слагаемые его успеха. Ну, и сердцевина по тем початкам тоже не подбирает. Да, Сергей, буквально несколько слов про Спектрал. Скажешь. Да, очень хороший гибрид V320, он относится к группе среднеспелых гибридов. Как раз тот сегмент рынка, где у нас очень сильная генетика. Сейчас, вот на данный момент времени, где мы сделали потрясающе большой шаг вперед. Вот, для нового нашего гибрида Спектрала характерна высокая адаптивность к условиям выращивания. То есть мы его испытывали в разных районах. Испытания проводились в различных странах. И мы выбирали условия, которые сходны с нашими. Поскольку нам нельзя испытывать в нашей стране незарегистрированные гибриды. Тем не менее, вот этот гибрид очень многообещающий оказался в условиях выращивания сходными с нашими. Поразила также его довольно высокая урожайность на орошении и в очень лояльных условиях. В генетике его есть материал, который несет в себе устойчивость к различным болезням. Особенно болезням стебля. То есть с полиганием у него все в порядке. И что еще характерно для него, это быстрая влагоотдача. Вот. На картинке Павел уже про него рассказал. И вот эту информацию, то, что вы видите на экране, вы можете найти в наших каталогах. Я думаю, что мы не будем повторять ее еще раз. Будем останавливаться только на некоторых специфических моментах, на таких изюминках для каждого гибрида. Мы очень довольны, что его зарегистрировали, несмотря на сложные условия. В общем, гибрид для довольно широкого эффекта хозяйства. Идем дальше. Я буквально хотел сказать еще одну фразу про слоганы. Возможно, вы обратили внимание, если нет, то я обращу ваше внимание, что слоган каждого гибрида, он отражает саму суть этого гибрида. И вы увидите это на каждом следующем гибриде. И в данном случае, конечно же, широкий спектр возможностей говорит о том, что этот гибрид как раз для широкого спектра хозяйств, условий, агротехники. И готов на различные подвиги, скажем так. Я бы еще остановился, чуть-чуть отвлекся про красноватый оттенок. Это традиционная такая генетика от компании Сингента. Это наша селекционная особенность. В принципе, мне это очень нравится. И если вы посмотрите, скажем, как на наши, так скажем, уже популярные гибриды как Феномен, как Carinthus, вы найдете вот такую красненькую небольшую. Спасибо. Дальше. Хорошо. Ну, а мы идем дальше. Следующий гибрид. Сидипломат. Так выглядит его початок. По-моему, тоже впечатляющий. Сергей, согласись. Да, очень хороший, но вы видите, не такой красненький. То есть здесь уже что-то такое новое, другое, интересное присутствует. И это интересное, тоже дает свою особенность. И в принципе, этот гибрид у нас для, ну, как говорим, профессионалов. Он обладает очень таким высоким потенциалом. Он очень хорошо отзывается на уровень минерального питания. Мы ожидаем от него больших урожаев. Есть что добавить, Павел? Да, и все при этом гибрид, конечно же, как интенсивный гибрид, он хорошо отзывается на орошение. И здесь стоит отметить, что даже если у вас будет недостаточное орошение, либо все-таки какие-то стрессовые условия, если вы выращиваете на багаре, то он сдержит и такой удар. На самом деле гибрид готов к такому умеренному стрессу. То есть, если мы говорим умеренный стресс, то это урожайность где-то ниже 6-7 тонн. То есть в таких условиях он прекрасно себя показывает. Это те наши, да, нагрузки, которые зарегистрировались, Павел? На сегодня, да. И хочу сказать, что в регистрации у нас еще есть несколько гибридов. Надеюсь, о них поговорим уже следующей весной. Ну, а мы переходим к блоку самых популярных гибридов. И здесь хотелось бы запустить опрос. Узнать ваше мнение. Антон. Так, что-то пошло не так. Давайте повторим это. Мне кажется... Мне кажется... Правильно я понимаю, что... Коллеги, в чате напишите, смогли ли вы проголосовать. Отлично, вижу. Пошла реакция. Супер-супер. Даже начали подсказывать в чате. Евгений, ничего страшного. Ну что ж, да, это была такая небольшая заминочка. Для многих вот другие гибриды лучше, чем феномен. Ну, да, вы, конечно же, угадали. Это был гибрид-феномен на фотографии. И о нем мы тоже, конечно, уже сегодня поговорим. Ну, а мы движемся дальше. И как раз в блоке самых популярных гибридов мы хотим остановиться на лишь нескольких гибридах, о которых вы часто спрашиваете, как их возделывать, какие, может быть, есть нюансы. И мы сегодня об этом поговорим. И первый гибрид в этом блоке – это гибрид C-талисман. Наш самый раннеспелый гибрид в артфеле – SPAO-180. Обратите внимание на початок. Характерные особенности – это вот эта заполненная верхушка початка. Практически во всех условиях она выглядит так. И белая, белый стержень початка, что также ценится производителями крупы. Из особенностей хотелось бы отметить, что да, это гибрид интенсивного типа. Это значит, что он требует к себе особого внимания. И как же получить на нем максимум? Само собой, первое правило – это соблюдение агротехники, то есть посев в оптимальные сроки. Подбор правильной густоты для этого гибрида важен. И, конечно же, если вы хотите получить от талисмана то, что вы в него вкладываете, это оптимальное соотношение удобрений. Желательно, конечно же, делать диагностику почв. Есть лаборатории в России различные. В этом году мы будем сотрудничать с некоторыми лабораториями. О них вы узнаете на наших мероприятиях. И о том, как же правильно проводить диагностику почвы, вы также будете узнавать из наших рассылок. Следите за новостями. Сергей, пару слов, может быть, еще про талисман? Да, по талисману можно сказать, что не надо его сеять в очень жестком условии. Не любит он этого. И, в принципе, мы его позиционируем как гибрид для профессионалов. Чем больше ты вкладываешь, тем больше получаешь. Идем дальше. Да, и это, собственно, доказывает результаты прошлого сезона. Обратите внимание, 148 центнеров с гектара при стандартной влажности. Это Курская область, конечно же, выделилась в 2023 году. Но другие области центрального черноземья не отставали. И получать, я думаю, на гибриде с ФАО 180 больше 100 центнеров с гектара это хороший результат. Также обратим внимание на орошаемые земли в Самарской области. 127. Прекрасный результат. Как получить такой результат в Самарской области? Обращайтесь к нашим торговым представителям. Они вам подскажут. Может быть, даже сведут с хозяйством, которое получает такие результаты. А мы двигаемся дальше. И следующим гибридом будет гибрид Сиэротанго. Сергей, несколько слов. Если мы рассматриваем эти два гибрида в паре, то как раз Сиэротанго – это тот вариант, который вам поможет выйти из ситуации, когда есть какие-то земли, только что вводимые в селооборот, когда у вас есть сомнения, что много ли надо удобрений вносить, когда подозреваете, что будет стресс, Сиэротанго – как раз лучший вариант для таких условий. Этот гибрид может компенсировать различные огрехи при пассиве. Ну, так мы их называем, условно, ошибки агронома, некоторые огрехи. За время своего присутствия на российском рынке, этот гибрид зарекомендовал себя как очень стабильный. Фау-300. У Ротанго также мы зафиксировали, зарегистрировали очень высокий коэффициент переваримости силосной массы. Те образцы, которые мы посылали в специальную лабораторию Агрофинс, по этому показателю по переваримости превосходили практически все гибриды. Лишь специфические силосные гибриды, такие как Кордона, были, ну, может быть, чуть-чуть лучше, показатель у них был лучше, чем у Ротанго. А так, вообще идеальный вариант CET гибрид, если есть возможность, убираете на зерно. Если есть необходимость убрать на силос, тут тоже вы не прогадаете. Все верно, Сергей. И буквально, наверное, факт такой. Два или... Да, наверное, пару лет назад на этом гибриде была получена рекордная урожайность в Татарстане более, по-моему, 800 центнеров с гектара зеленой массы. А что в прошлом году? Есть у вас результаты? Что, Сергей? А что в прошлом году? Есть результаты? Можно посмотреть? Конечно же, можно посмотреть в прошлый год. Так. О, обратите внимание, как раз регион этого гибрида в возделывании, это центрально-черноземный регион. Но, тем не менее, в Балтае он совершенно не затерялся. В стрессовых районах, там, в юго, в Ставропольске, Краснодарске, и, конечно, Ростовская область, тоже были получены для раннестелого гибрида очень высокие урожайности. Обратите внимание, все практически высохло. Из нюансов я еще добавил про гибрид сиротанга. Можно загущать. Здесь, конечно же, у него хорошая отзывчивость на загущение. При этом, если вы чуть-чуть повышаете питание, само собой. С повышением густоты нужно увеличивать питание. И вот ротанга на это хорошо реагирует. Вот, собственно, поэтому и такая урожайность на силу была получена. Валерия поделилась данными. Урожайность была от 62 до 82 центров гектаров. При влажности 22-26. Насколько я помню, это как раз регион, где довольно сильные ветры, где есть очень большой риск для полигонии. И вот эта урожайность, конечно, зависит от степени и интенсификации хозяйства, в котором она выращивалась, этот гибрид. Спасибо, Валерия, что поделились с данными. И, кстати, сиротанга – один из тех гибридов, которые готовы к самым ранним срокам сева. Ну, понятное дело, что мы не рекомендуем сеять в почву с температурой плюс 6 градусов. Конечно же, мы всегда ждем наступления нормальной температуры, то есть более 8, в идеале 10 градусов на глубине залегания. Точнее, на глубине посева. И если есть тенденция к увеличению температуры, то это оптимальный срок для посева кукурузы. Еще раз напоминаю вам. Простые вещи, которыми некоторые пренебрегают, в итоге получая не тот результат, который они планировали изначально. Ожидают. Дом дальше? Да, двигаемся дальше. Следующий гибрид C-Telios. И это один из, наверное, выдающихся гибридов в целом у Сингенты во всем мире. Уникальное сочетание. Генетическое, в первую очередь, потому что, видите, початок очень длинный. И большая часть этого початка с таким зубовидным зерном. Ну, скажем так, полузубовидным. И это, наверное, его главная особенность, потому что такой длинный початок образуется практически во всех условиях. Собственно, заложенный потенциал в этот гибрид позволяет ему быть в передовиках, наверное, и в самых благоприятных, и в таких умеренно стрессовых условиях. Из особенностей, если не вдаваться в подробности, все эти параметры вы видите на слайде, из особенностей гибрида, как вообще получить на нем максимум? Как один фермер однажды мне сказал, Telios сыпет даже там, где, казалось бы, не из чего насыпать зерна. Он говорит, я беру и сею Telios. И это все, что я делаю с кукурузой на самом деле. Очень простая рекомендация, но что за этим кроется? Конечно же, Telios неприхотлив к различным условиям. И здесь мы можем также говорить о том, что Telios прощает некоторые огрехи, показывает себя хорошо даже в таких умеренно стрессовых условиях. Ну а на орошении, то, что мы видели, это великолепные результаты. Конечно же, большая часть Российской Федерации выращивает Telios без орошения. При этом используя там классическую или минимальную обработку почвы. Хорошо показывал себя на нуле. Сейчас на память, конечно, не придут хозяйства, которые выращивали на нуле, но, насколько я помню, были отличные отзывы. И если говорить о рекордах, Сергей, прокомментируешь, пожалуйста. По рекордам здесь, как вы видите, очень хорошие результаты были получены в Орловской, Курской и Белгородской области. Это как раз центрально-черноземная часть. Это как раз та территория, для которой мы планировали, для которой мы выводили этот гибрид. Тима потенциал у него очень велик, очень хорош. Также пробовали этот гибрид на орошении. Ну, урожай получился хороший, достойный. Видите строчку, где Самарская область. Очень порадовал он у нас своей урожайностью на Алтай. Мы, честно говоря, переживали, вызреть не вызреть, но, в принципе, 38% влажности, то есть черную точку, уже достиг. Физиологическая спелость была этим гибридом достигнута в прошлом году. И урожай получился в пересчете 134 центра с гектаром. Очень, очень хорошо. Вот. То есть гибрид просто великолепный. И самое интересное, что он не только в наших условиях показывает хороший урожай, также северная, центральная Европа, это его территорий. Там он также бьет рекорды, также является одним из лидеров продаж. Вот, в принципе, про этот гибрид. И мы движемся дальше. Подходим к нашему самому востребованному гибриду на сегодняшний день. Сейфеномен. С момента своего запуска в 2018 году он остается самым популярным гибридом компании Сингента среди сельхозпроизводителей, начиная от самых западных регионов до самых дальневосточных и от севера до юга. В чем уникальность, Сергей? Может быть, скажешь? Посмотрите, пожалуйста, на початок, и вы поймете, что с влагодачей у него все в порядке. Очень тонкая сердцевина, довольно длинное зерно, зубовидное. Вот, что у него интересного, у этого гибрида, то, что на начальных этапах он не выглядит суперскоростным. И растения такие, вот, толстенькие, там, приземистые, такие, плотненькие. Но видно, что такие живые, вечно, все время практически на всех посевах цвет темно-зеленый. И, так сказать, радуют глаз агронома, начиная с самого начала. Интересная история выбора этого гибрида. Когда компания Сингента задумалась о гибридах, о выводе линейки гибридах не только за сухоустойчивых, но и дающих высокий урожай в лояльных условиях, феномен был одним из лучших представителей в ранней группе спелости. То есть, это, вот, реально феноменальный такой гибрид. В принципе, насколько я помню, не было случаев среди сухоустоваропроизводителей, когда бы он был недоволен этим гибридом. И, что характерно, даже хоть в стрессовых, хоть в лояльных условиях, гибрид в своей группе все время был где-то в верхнем четверти. В принципе, это наш самый ранний губовидный гибрид. Да, и я бы еще добавил, что на сегодняшний день у гибридов феномен, на мой взгляд, самая быстрая влагодача среди всех гибридов на рынке России. Ну, это мое мнение. Можете это спорить в чате или в своих опытах. Кстати, да, вот, хорошо кто-то напомнил одну из особенностей феномена, вот как раз его быстрая влагодача. И были у нас опыты посева этого гибрида в пожнивных посевах. И, Сергей, может быть, ты помнишь, какой результат там получился? Да, гибрид был посеян на юге, в Кабардино-Балкарии. Посеяли его после уборки лечменя. Это случилось в первой декаде июля. Убирали в ноябре. Урожайность была не супер, не за 100. Он, по-моему, дал около 80 центнеров с гектаров. Но влажность гибридов составляла между 17 и 18 процентами. То есть хозяйство было очень довольное. И, в принципе, это один из кандидатов для хозяйств, которые задумываются о втором урожае, втором урожае, так скажем. Есть позитивный опыт. Тут довольно много вопросов. Я постараюсь ответить на них. А сейчас, Павел, покажись, как он в прошлом году себя вел феномены. Давай немножко, наверное, ускоряем. Да, тут был вопрос, по-моему, по поводу размера початка. Вообще, в большинстве случаев размер початка, конечно же, зависит от окружающей среды и от агротехники. Как много вы вкладываете в одобрение, с какой густотой вы сеете. И насколько стрессовые условия у вас сложились. Вот эти три слагающих как раз и дают нам размер початка в итоге. Есть гибриды, у которых размер початка сильно зависит от густоты. Есть гибриды, у которых размер практически не зависит от густоты. Много нюансов, в общем. Ну, а возвращаясь к рекордам 23-го года. Опять же, Курская область, как мы видим сегодня, она в большинстве случаев в передовиках. За ней, конечно же, не отстает и Орловская, и Липецкая, и Тамбовская. Поволжье с орошением получает на феномене больше 120 центнеров в гектаре. При очень хорошей влажности. Ну, и юг, да, мы уже там обсудили, что можно и повторный, точнее, не повторный, а пожнивный посев. Ну, а если без орошения, то вы видите отличные результаты, как в Кабардино-Балкарии, в Ингушетии, так и в Створопольском крае. При горных районах есть территория, где кукурузу сеют, но условия довольно суровые. Это, ну, высота более тысячи метров. Да, это, ну, общая площадь не такая большая, но тем не менее, народ Игревле выращивает там кукурузу. Феномену, благодаря своей устойчивостью, поздравным холодам, благодаря тому, что можно сеять пораньше, даже в этих условиях, вот, является одним из таких лакомых в этой территории. Он, спасибо, славно подсказал, в предгорье, в высокогорье, он в прошлом году более 150 метров в производственном посеве показал. Да, и вот здесь я бы хотел обратить внимание на влажность 9%, коллеги. Это тот момент, когда вы теряете свои деньги, оставляя кукурузу по разным причинам. То ли вы не успеваете убрать кукурузу, то ли, может быть, это так сложились климатические условия, что суховее выдувает сильно. Следите, пожалуйста, за влажностью кукурузы. Начинайте уборку чуть раньше, чем 14%. Это сохранит вам много денег, да, потому что мы видим, что, да, с влажностью 10% мы, конечно, можем несколько ведер воды закидывать в КАМАЗ, чтобы увеличить влажное зерно, но это так не работает, само собой. Поэтому оптимальное время уборки кукурузы, вообще в идеале, конечно же, убирать кукурузу с влажностью 16-18%. Понятное дело, что многие хотят просто подождать, когда она высыхает на корню, не заморачиваться с пушкой. У многих, может быть, и сушилок даже нет. И это нормально, наверное. Но при этом вы, конечно же, можете терять деньги. И здесь правильное время уборки – это то, на чем стоит сконцентрироваться. И, кстати, в помощь вам у нас есть сервис, о котором мы поговорим чуть позже. Ну, а теперь мы идем дальше. И следующим гибридом у нас идет C-Churintus. Сергей, есть ли какие-то впечатления о гибриде C-Churintus? Этот гибрид ворвался в наш портфель сразу, наверное, один из немногих, которые распознали на самых-самых ранних селекционных этапах. Более всего он привлекал внимание своей здоровостью. Наверное, это наш один из рекордсменов по толерантности к землевым гнилям. Растения очень долгое время остаются пеленые, что, возможно, даст хорошие результаты при возделывании на силос. Хотя мы его все-таки позиционируем как зерновой гибрид. Этот гибрид также относится к бренду Ортежа, который обладает, помимо засухоустойчивости, еще и отзывчивостью на высокий фон минерального питания при лояльных условиях. Вот, наверное, вот это основной его показатель. То есть, если вы планируете в этой группе спелости выращивать гибрид, и он пойдет, там, скажем, куда-то на экспорт, то это один из лучших гибридов по толерантности к фузырезу початок. То есть, это наш такой здоровян. Зожик, так скажем. Зожник. Зожик. Наш зожик. Сича Ринба. Ты, Сергей, затронул хорошую тему про экспорт зерна. Понятное дело, что в текущих условиях он такой условный, но на самом деле те, кто занимается специально кукурузой на экспорт, они знают, что требования к качеству особые. И, соответственно, продавая зерно немного более высоким качеством, чем обычно мы получаем. Можно взять, там, две-три тысячи рублей сверху на каждой тоне зерна. Мне кажется, это то направление, над которым стоит подумать. А из чего складывается качество зерна? Это, конечно же, агротехника. Это гибрид. И это контроль вредителей. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Как и когда можно и нужно контролировать вредителей. И какие сервисы-сингенты помогут вам в этом. Опять же, еще один рубль в вашу копилочку, если вы выращиваете наши гибриды. Ну, а если смотрим на результаты прошлого сезона, то мы уже говорили о выдающихся урожайностях в Воронежской области. Больше 150 центнеров с гектара. В Черноземье, конечно же, засыпало, скажем так, кукурузой. И здесь, в принципе, можно сказать, что в Черноземье кукуруза, скорее всего, будет одной из ключевых культур на протяжении долгих лет. Про Южный федеральный округ пока такое мы сказать не можем. Видим, что площадь вроде как стагнирует, но при этом с кукурузой останутся профессионалы, которые знают, как ее выращивать. Глядя на результаты на юге, мы видим, что на орошении отличные показатели, как в Александровском районе Ставропольского края, в Керском районе, в Кабалдинбалкаре. Ну, а без орошения также впечатляющие результаты. Даже Ростовская область, Мясниковский район, 93 центнеров с гектара. Как часто там получают такую урожайность? Вы скажете, ну, это особенность года. Ну, можно посмотреть истории прошлых лет. С гибридами артезиан можно получать стабильно из года в год хорошую урожайность. Да, в принципе, история показывает, но это очень такой наш крепыш. Все-таки я настаиваю, Павел, на ЗОЖ. ЗОЖовский гибрид. Ладно, хорошо. Оплекся немножко, извините. Следующий один из гибридов, который становится популярным за последние пару сезонов. Сергей, может быть, несколько слов? Да, тоже из секции ЗОЖа, СИАЗОН, но в отличие от СИЧАРИНТОСа, у него есть маленький нюанс. Он, ну, вот я вам рассказывал про Ротанго, что такой вездеход, что гибрид, который, ну, везде подстрахует, что он ниже определенного уровня не опускается, хотя и суперзвезд, суперзвездного урожая от него ожидать тоже в большинстве случаев не приходится. Тем не менее, один из уникальнейших гибридов. Вот, в принципе, мы его вывели в портфель для поддержки СИЧАРИНТОСа, потому что, ну, всякое бывает выше, понимаете, нам, ну, бывают проблемы с семеновозством, когда год неурожайный, но будет на выбор. То есть, если есть где-то сомнения в том, что будут хорошие условия, что вы можете дать достаточное количество, обеспечить достаточно высокий уровень минерального питания, все ОЗОНы – это, так сказать, ваше все, как говорил наш коллега, это такой броневичок, который вездеход. Павел, мне Флау, какие особенности еще? Если я забыл, прокомментирую. Дополни, пожалуйста, Павел. Тут просят в чате про отношение к густоте, также проговаривать. То есть, если вспомнить, гибриды СИАЗОН, СИЧАРИНТОС, СИФЕНОМЕН, они, в принципе, неприхотливы в густоте, их можно безболезненно даже сеять чуть более редко. Соответственно, есть такой эффект компенсации разреженных посевов. Но при этом, если вы увеличиваете густоту плюс, например, 10-15% к вашей стандартной, то вам нужно учитывать и увеличение удобрений на такой же примерно процент. При этом початки ОЗОНа, ЧУРИНТОСа и ФЕНОМЕНа сильно не уменьшаются. Понятно, у них есть некоторая реакция на сильное загущение, там больше 90, может быть, больше 100 тысяч на гектар. Там уже будет заметно, что початки будут редуцироваться. Ну, вот, если говорить о густоте, то так. Ну, и если интересно, мы проводим опыты, мы пытаемся каждый гибрид в определенной зоне адаптировать, исследовать на и лучшую густоту в плане получения урожая, в плане рентабельности. Вот, по ОЗОНу у нас получилось так, в суперлояльных условиях, когда, ну, давали, так сказать, кашу ешь не хочу. В общем, достаточное количество минерального питания, очень много выливалось воды. В принципе, крайняя точка у него была от 90 до 100 тысяч растений на гектаре. Вот, дальше шло снижение урожайности, но это условия были с достаточным влагообеспечением, с очень хорошим, хорошей интенсификацией. Вот, если по рентабельности, то он где-то 80-85, опять же, в тех условиях. Если условия более стрессовые, то там надо смотреть. То есть, Владимир, это вопрос такой более специфический. У нас, опять же, есть торговые представители, заметьте, они называются не менеджеры по продажам, а специалисты. То есть, у них есть достаточно знаний, достаточно знаний про гибриды, про ваши условия. И благодаря этим знаниям они могут вам оптимальную густоту более-менее порекомендовать для каждого из наших гибридов в ваших условиях. Павел, откликлись, но все равно спасибо за вопросы. Мы пытаемся читать и отвечать на них. Отличные вопросы. Хорошо, когда есть вопросы вообще-то. Ну, а по рекордам, да, мы помним, что Вилгородская область в прошлом году выделилась просто невероятно. Это также все тот же Нижнедивицкий район Воронежской области. Это, насколько я помню, один из агрохолдингов, может быть, даже Черкизова, если я правильно помню. Молодцы, ребята. Ну и на Рашвине, в Волгоградской области, вообще что-то невероятное, не знаю даже. Да, мы об этом уже говорили. Бывают ли вообще такие урожайности у гибридов с ФАО в диапазоне 290-330? Ну, как поняли, бывает, если правильно вкладываться в агротехнику. Ну, а Южный регион тоже, в принципе, порадовал. Больше сотни получают во многих районах Южного федерального округа. Ну, а мы идем дальше. Время у нас ограничено, как обычно. И очередным нашим гибридом, о котором вы часто спрашиваете, что порекомендовать, это гибрид C-Premio. Постепенно. Вы видите, это самый вкусный, да, Павел? Да, мы идем в сторону поздних гибридов. И вот он, очередной представитель бренда Artesian, тоже прекрасно себя показывает и в стрессовых условиях, и в благоприятных. И вот здесь как раз тот случай, когда початок с увеличением густоты практически не меняется. Один из наших коллег назвал его принтер початков. Это гибрид, который, да, ксерокс или принтер початков, как угодно. Суть в том, что этот гибрид на каждом растении дает стандартного размера початок. И, то есть, не встречается такое, что на одном растении маленький, на другом большой, и вот эта вот чехарда. Нет, это не про гибрид C-Premio. В данном случае вы получаете на каждом растении одинаковые початки, и это как раз является его фишкой, наверное, одним из слагаемых его успехов. Да, Сергей? Да, хотелось бы о нем еще одну такую историю рассказать, у кого он есть. В детстве одна из таких популярных сказок была, сказка Ганса Христиана Андерс, «Нагарди утенок» назывался. Вот. Как-то ассоциативно. Он у меня, эта сказка, что церковь с этим нашим гибридом. Я знаю несколько фермеров, которые были очень недовольны по всходам этого гибрида. Вот. Ну, вплоть там доходило до таких нецеприятных выражений. Однако, все время удавалось их убеждать, что ребята, не спешите, давайте посмотрим все-таки, какой будет урожай. И поверьте, ни один из них не вспомнил про претензии на ранних этапах. В конце, глядя в бункер, забывались все приятности внешнего вида, которые были в полях на ранних этапах вегетации. На самом деле, да, гибриды не очень быстро стартует. У него довольно такое растение на ранних этапах выглядит так, как зеленые, такие, ну, не очень насыщенного зеленого цвета. Вот. Но урожайность, как бы, в своей группе спелости была просто великолепна. То есть, это действительно реально премиальный продукт. Это одна из наших гордость. Удовольствия такой гибрид найти. И, Павел, вот вам табличку рекордами показал. Обратите внимание, очень много результатов. Просто, чтобы не загромождать лайт, сюда вывели не все, но в прошлом году очень много результатов. Было более 100 центнеров с гектаром, причем это было не на орошение. Если на орошении, тут урожайность была еще выше. Да, это южный гибрид с ФАО-380 до 90. Поправьте меня, пожалуйста. Где-то между 300 и 400. Да, среди поля. Ну, вот. 380, спасибо. Вот такая история с этим гибридом. В принципе, все, кто его брал, опять же говорю, первое впечатление по ранним этапам не очень, но оно сразу же уходит, когда вы видите его урожайность. Это, возможно, касается юга. И вот это тот случай, когда небольшая фишка, его такой фиксированный, назовем этот початок, стабильный, дает преимущество. Вы можете немного увеличить густоту, допустим, на 10%, а это вам приносит урожайности процентов уже на 15 больше. Как так получается? Просто проверьте. Ну, а мы идем дальше. И вот на этом слайде хотелось бы поговорить о наших торговых представителях, которые на самом деле у нас называются как технические торговые представители. Что это значит? Это значит, что каждый из них является специалистом в своей сфере и готов вам помогать не только в течение сезона, но на самом деле круглый год оказывает вам поддержку. И мы обучаем их различным фишкам, агротехническим, экономическим. И у них есть все знания, чтобы вам помогать зарабатывать больше с каждого гектара, начиная там от настройки сейлки, каких-то рекомендаций по применению удобрений, средств защиты растений и в целом ведению вас, как нашего клиента, до конца, до уборки и дальше, само собой, это наша задача. И мы с этим, я думаю, хорошо справляемся и будем дальше работать в этом направлении. Да, Сергей? Да, единственное, что конкретно, что мы делаем. Вот видите на фотографии, у кого там стрелочка, Паш, у тебя или Антона? На левой, у меня, у тебя, да, на самой левой вы видите эпизод обучения на ранних этапах вегетации. Здесь рассказываю про ошибки, какие могут быть в поле. Вот это у нас происходит в четырех локациях, которые расположены по всему, по всей России. Вот. Внизу картинка, вы видите, настройка сейлки с помощью Метермакса. Вот. Эта услуга стала еще более популярна с каждым годом. И уже фермеры просят, чтобы приехали, их сейлку настроили. Есть у нас очень много специалистов, которые могут очень корректно это сделать. Я имею в виду из класса technical sales, репрезенток, из технических наших продавцов. Вот. Поэтому обращайтесь, мы рядом, мы с вами. Вот. Единственное, что от вас хотелось бы узнать. Давайте, я не буду все, молчу. Нет, нет, ты договори, что хотел узнать. Я хотел узнать, популярные гибриды все-таки какие, просто где-то у нас есть. Паша? Тут вопрос всплыл. Ну, да, давай так. Вы можете написать в чате, какие вам нравятся гибриды-сингенты. Вопрос был про новые гибриды, распространяются ли программы Агриклайм. Смотрите, в этом сезоне мы еще не продаем новые гибриды, спектролы си-дипломат. Они появятся уже этой осенью в продаже. И там уже мы объявим новые условия и программы Агриклайм, и будут ли они участвовать в этой программе. И мы движемся дальше. И вот здесь наш блог плавно подошел к моменту, когда мы можем поговорить о финансовых программах поддержки Агриклайм. И здесь я попрошу нашу поддержку включить очередной опрос. Вообще с мероприятиями очень такой момент интересный. Мы организовываем, так сказать, обучение, делимся нашими, не только с нашими писарами, немножко назад вернусь, но и с вами. Я думаю, многие из вас, кому удалось побывать на наших мероприятиях осенних, помнят, что было довольно жарко, было довольно много интересных опытов, которые мы показали, рассказали. Мы собираемся продолжать эту практику. Пока я говорил, я смотрю, результаты опроса завершились. Павел, что вы можете сказать? Я вижу, что на самом деле, ну, по крайней мере, у меня на экране выглядит так, что немного коллег голосовало в данном случае. Может быть, что-то пошло не так. Будем считать репрезентативный выбор. Хорошо. Да, вы считаете, что 1 до 3 миллионов гектаров – это земельный банк участников Агриклайм прошлого года? Почти так. Сейчас мы поговорим об этом. Спасибо за то, что мы. Вперед. Первая программа, о которой мы поговорим, это программа, собственно, Агриклайм. И это защита ваших инвестиций от погодных рисков. В чем суть программы? Надеюсь, вы уже получали информацию о наших предыдущих вебинарах и от наших торговых представителей. Суть программы в том, что, покупая наши гибриды кукурузы, вы выигрываете в любом случае. Например, в благоприятных условиях вы получаете отличную урожайность с нашими гибридами, а в неблагоприятных вы получаете хорошую урожайность на уровне или выше даже наших конкурентов. И при этом есть возможность получить кэшбэк до 50% от суммы, которую вы вложили в наши семена кукурузы. Скажите, 50%? Как же так? Семена кукурузы, сингенты за полцены? Где такое видано? Возможно, только на сайтах, где продают бэушные всякие вещи. Нет, это все официально. И на самом деле опыт прошлых лет показывает, что большинство из тех, кто участвует в программе Агриклайм, получает выплаты. Разные проценты, само собой. Все зависит от условий. Как вообще работает эта программа? У нас есть специальная система оценки рисков. То есть вся страна наша поделена на квадраты примерно 20 на 20 километров. И для этого каждого квадрата мы оцениваем среднемноголетние данные по двум параметрам в данном случае. Это жара и количество осадков. Под жарой понимается количество дней с температурой выше 33 градусов Цельсия. Вот кто-то в чате говорит, что в год до 30% это было в прошлом сезоне. В текущем для семян кукурузы мы пошли дальше и как раз накинули еще 20%, чтобы вам было выгоднее на самом деле получать и приобретать семена кукурузы. Таким образом, оценивая риски по жаре и по засухе, мы в конце сезона можем наблюдать, что вы можете получить 25-30-40% и то может быть даже и 50%. Если все сложится печально, если будет тотальная засуха и максимальное количество жарких дней, да, вы можете просто компенсировать половину стоимости ваших семян. И вот здесь как раз результаты прошлого сезона. 370 хозяйств участвовали в этой программе по СЗР. Из них 291 получила выплаты. Мне кажется, это отличные результаты и с каждым годом количество хозяйств, которые участвуют в этой программе увеличивается. Мы видим такую тенденцию на сегодня уже там 286 миллионов рублей будет выплачено всем этим хозяйствам. При этом два из них получили более 30 миллионов рублей. Я думаю, это серьезный показатель и стоит прислушаться к нам, если вы еще не участники этой программы. Какие же условия? Они на самом деле простые. Участвуют все гибриды, которые у нас сейчас есть в портфеле, за исключением двух новинок, потому что их нет в наличии. Вам нужно всего лишь увеличить свою закупку относительно прошлого сезона на 30%. Ну, при этом купить минимум 200 пассивных единиц. Это все, что вам позволит участвовать в программе Агриклайм. Если вы не покупали сенген в прошлом году, значит, просто берете 200 пассивных единиц. Ну, естественно, желательно больше, потому что это классные гибриды. И уже участвуете в программе. Есть несколько периодов риска. Они есть на слайде. И также специально для Дальнего Востока мы чуть-чуть расширили программу. И здесь можем в случае избыточного увлажнения также компенсировать те самые 50% стоимости семян кукурузы. Это программа, которая не имеет аналогов в России, потому что многие пытались что-то подобное изобрести, но с такими условиями вкусными нет ничего подобного. Но даже в мире, я вам скажу, подобных программ не существует. Это что касается программы Агриклайм. Ну, а теперь программа, о которой, возможно, немногие слышали, потому что она относительно сложная. Но на самом деле все даже проще, чем в программе Агриклайм. Как мы можем защититься от колебаний цены на мировых рынках? Это программа Zorro, которая расшифровывается как защита от рыночных рисков организации. Здесь выгода до 15% кэшбэка от суммы, которую вы вложили в СССР или в семена кукурузы компании Сингента. Главным условием является снижение мировых биржевых цен на пшеницу или кукурузу в конце сезона. Как это работает? Сейчас попытаюсь объяснить буквально на пальцах. Покупая семена кукурузы или СССР компании Сингента, вы регистрируетесь в программе Zorro. И у вас есть доступ к графикам изменения цен на товарную продукцию, будь то пшеница или кукуруза. В данном случае, если мы рассматриваем кукурузу, то мы просто заходим в личный кабинет и следим за движением цены на товарную продукцию на Чикагской бирже. Это все, что требуется от вас. И нужно главное – это поймать момент, когда цена будет максимальной. Вот, допустим, как это случилось в 2023 году. Человек поймал момент, когда цена была максимальная в июне 2023 года, зафиксировал в системе эту цену, от которой мы уже отсчитывали падение. А в период с сентября по октябрь мы как раз вычисляем среднее значение цены. Это так называемая фьючерсная цена. В данном случае отклонение составило 9%. И только на этом человек заработал кэшбэк в 9%, просто угадав, что цена была максимальная в июне. И снижение цены оказалось в 9%. Как показала практика, за последние 10 лет в 70% случаев цена осенью на Чикагской бирже ниже, чем летом. 70% случаев, то есть вероятность получения кэшбэка 70%. Это минимум, который вы можете получить. В прошлом году 30 хозяйств получило подобный кэшбэк по СССР и по кукурузе. И сегодня мы предлагаем это и вам. Как же можно участвовать в этой программе? Первое, конечно же, купите продукты Сингенты. Если мы говорим про семена кукурузы, это следующее условие. Рост на 15% к прошлому сезону в закупке вашей и минимум 800 пассивных единиц. Все, вы уже участвуете в программе. Регистрируетесь в платформе, выполняете условия. Следите за ценой, фиксируете, на ваш взгляд, максимальную цену. И дальше просто ждете, когда придет ваш бонус. В случае снижения цены, само собой. Максимально просто постарался объяснить. И теперь самое вкусное. У вас есть возможность объединить условия двух программ. Агриклайм и Зорро. Что для этого нужно? Чтобы получить кэшбэк, 65% уже. Само собой, приобрести больше, чем 1000 пассивных единиц. При этом ваш рост к прошлому сезону должен составлять минимум 45%. Серьезные условия, согласен. Но при этом, кто на сегодняшний день может вам предложить такие условия по кэшбэку? По-моему, ни один банк в мире не готов такое предложить. Сингента готова, потому что у нас есть хорошие условия. Да, вот Елена тоже хороший комментарий написала, что пассивные площади должны быть не менее 15% от пассивных площадей вашего хозяйства. Пассивные площади в данном случае кукурузы. Ну, на самом деле, 15% кукурузы в хозяйстве – это не такой уж и большой процент, на самом деле, по сегодняшним меркам. Ну, это на самом деле условия банка, которые обеспечивают нам такой кэшбэк. Так что, дамы и господа, добро пожаловать в программу. Если вы еще не в курсе, то теперь вы уже в нем. Если вам осталось, может быть, несколько пассивных единиц до условий, до выполнения условий, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы приобрести чуть больше семян кукурузы и при этом быть спокойным в конце сезона, независимо от того, какие у вас сложились климатические условия или финансовые условия на рынке, у вас есть возможность получить ваши инвестиции обратно, при этом заработать на сингенте, как это не звучало бы, хорошие деньги. Да, мы здесь для вас. Ну, и здесь мы, думаю, должны перейти к еще одному интереснейшему блоку. Каждым годом, конечно же, набирают обороты. И тут нам поможет Константин Дубина, наш человек, цифровой человек, который готов вам выложить все, как есть. Коллеги, здравствуйте. Ваше спасибо за представление. У вас очень интересная презентация. Скажите, пожалуйста, если плохо слышно, надо погромче говорить, коллеги, или какие-то проблемы со связью. Рад всех приветствовать еще раз. И моя тема сегодня – это цифровые инструменты сингента для выращивания кукурузы. Буквально сегодня с утра читал новости и нашел, что на недавнем выступлении глава одной из крупнейших IT-компаний в мире, NVIDIA, он выступал в Дубае на конференции и сообщил такую интересную мысль свою, то, что в воззревом будущем искусственный интеллект будет развиваться еще быстрее и развиваться настолько, что программистом буквально сможет стать каждый человек. Нужно будет человеческим языком сообщить программе, какую программу ты хочешь получить, и она сможет ее создать. И он в связи с этим, я прям дословно цитирую, он надеется на то, что те родители, которые сейчас убирают будущее для своих детей, они перестанут делать ставку на IT, на программирование, на которое последние 10-15 лет шел упор, и будут отдавать учиться агрономии и выращивать агрономов, которые будут производить продукты питания. Соответственно, я лично тоже буду надеяться, что он сделал правильный прогноз, и агросектор получит от этого свои выгоды в будущем. Вернемся к нашим инструментам. С краткого обзора, коллеги, начну. Какие инструменты есть в Сингенте, мы делаем и на цифру также упор. Это три основных компонента. Это две цифровых платформы, Сидселектор и Круппайс. Программа Сидселектор помогает подобрать наиболее оптимальные гибриды практически на любое поле в Российской Федерации. Это рекомендательная модель, которая включает в себя огромный колоссальный набор данных и на некоторых кластерах, я чуть подробнее позже расскажу, подбирает оптимальные гибриды для практически любого поля в Российской Федерации. Наша основная цифровая платформа в Сингенте для наших клиентов – это Круппайс, которая помогает как раз обеспечить оптимальный мониторинг полей, спутниковые снимки предоставляет, удобные мобильные приложения для заведения отчетов, осмотров полей, регистрации тех или иных проблем и отслеживания их на полях. И вот на сегодняшний день Круппайсом в России пользуются больше двух тысяч предприятий с общей площадью больше 20 миллионов гектаров. Укрываем самое значительное покрытие у Сингента в России по цифровым системам. И как раз эта платформа, Круппайс, является базой для построения и оказания поддержки третьего компонента – это так называемые цифровые экономические сервисы. Кто-то, возможно, слышал их под другим названием – это Product+. Как ни называй, но эти инструменты призваны для решения определенных специфических задач в растеневодстве. Каждый сервис решает свою узкую задачу и помогает наиболее эффективно применять основные продукты Сингента. Вот и далее я хотел бы рассказать как раз подробнее о каждом из этих инструментов. Если какие-то вопросы у вас будут, я всегда рад помочь остановиться где-то более подробно рассказать. Как я уже сказал, сельселектор – это рекомендательная система, которая подбирает гибриды в зависимости от локации поля, где она находится, и тех требований, которые агроном предъявляет к гибриду. Данная система на сегодняшний день доступна только сотрудникам Сингента, но мы внимательно следим, чтобы большая часть рекомендаций задавалась как раз с помощью этого алгоритма, потому что мы уверены таким образом, что рекомендация будет наиболее точна, оптимальна и достоверна. Почему так? Потому что в систему вложена история более чем 25 опытных участков, более чем с 15 опытных участков по кукурузе. Это начиная от Западной Европы, от Португалии до Востока, до Дальнего Востока. Соответственно, общая база данных сейчас составляет более полумиллиона исследований за разные сезоны, потому что опытные участки включают в себя и несколько точек исследований, несколько гибридов в одном участке. В общем, этот огромнейший массив данных заставляет нас чувствовать себя уверенными, потому что программа подберет действительно оптимальный гибрид в любую локацию. Как происходит сам выбор? Сидселектор включает в себя историю метеонаблюдения за последние 20 лет и предполагает возможные сценарии для ваших полей от стрессовых до благоприятных по соотношению, как Павел уже в программе говорил, по соотношению температуры и осадков. Соответственно, мы предполагаем вероятность иступления стрессовых или благоприятных условий в следующем году и от этого отталкиваемся при формировании портфеля на участке, на поля. Второй кит, на котором стоит Сидселектор, помимо погодных данных, это типы почвы, которые определяются по спутникам, опять же, данных с Элгрид с достаточно крупным разрешением, но достаточным для того, чтобы делать рекомендации и разделять поля, участки на разные типы почвы. И третья основа этого сервиса, как я уже сказал, это вот тот огромный набор поведения и результатов того или иного гибрида в зависимости от соотношений сценариев по почве и кластеров по погодным данным. И проверка в этих кластерах должна пройти не менее чем в восьми участках похожих, тогда мы сможем выдать рекомендацию. Сейчас практически, ну, в большей части районе, в большей части районов Центральная, Юга изредка случаются пока в Сибири сложности с количеством опытов, но мы не предоставляем рекомендацию, если повторяемость опыта на комбинацию таких показателей, о которых я говорил, не превышает восемь значений схожего кластера. И каждую рекомендацию можно настроить индивидуально, по мнению агронома, по тем, на какие поля сеять, какие обработки нужны, какие группы спелости, какая нужна засухоустойчивость. Параметров много, все настраивается, и вместе со сотрудником Сингента, с представителем Сингента этот сервис помогает как раз получить оптимальную рекомендацию. Двигаемся дальше, коллеги, к цифровым агрономическим сервисам и другим инструментам CropWise. Тоже уникальное, очередное в дополнении к программам взора и Агриклайм инструмент в CropWise. Это высокоточные спутниковые снимки, он действительно уникальный. В России точность 3 метра на пиксель сегодня доступна только CropWise. И важная оговорка здесь, как и в других программах, для того, чтобы принять участие, необходимо приобретать продукты Сингента в определенном объеме или на весь объем площадей в хозяйстве. И вот в данном случае со спутниковыми снимками порог всего лишь 100 пиксельных единиц наших гибридов. И высокоточные спутниковые снимки Planet в системе стали доступны в России с 1 марта 2022 года. И основные преимущества достаточно очевидных этих изображений. Качество очень высокое, можно рассмотреть различные детали и чистота. При отсутствии облаков, потому что облака, к сожалению, и этим спутникам также мешают, но при отсутствии облаков снимок будет приходить каждый день. Соответственно, если где-то в центральном регионе в дождливый месяц вдруг выглянуло солнышко на денек, то за этот день можно получить будет спутниковый снимок NDVI и понять, как развивается на отдаленных, из дальних краев культуры и принять какое-то решение об изменении технологии. Инструмент помогает как раз отслеживать изменения NDVI. Я вот приведу пример небольшой. В левой части экрана у вас Planet за 13 июля 2023 года. Сейчас попробую указку включить. Да, вот здесь вы видите в центральной части синего цвета контрастный NDVI. Это значит, что он здесь более высокий. Это вариант сингента у нас. И правее на участке хоз вариант. И мы видим здесь явное различие динамики NDVI. Там несколько пунктов разница на снимке Planet. На снимке Sentinel за 20 число, потому что стояла облачная погода, шли дожди. На снимке Sentinel несколько комбинаций снимков. Вот здесь немножко мелко сделал, но можно увидеть, что у нас этой полосы центральной части просто не видно. Она практически однородна с правой частью в сравнении варианта сингента и хозяйственного варианта. Соответственно, на снимках Sentinel, это следующие за группой Planet в спутниковых снимках, увидеть какие-то различия технологий, а здесь были проведены немножко разные обработки, практически невозможно было. С высокоточным снимком Planet такая проблема не возникнет. Можно уловить больше нюансов и чуть более откалибровать технологии поведения и принимаемые решения. На мой взгляд, это очень хорошая возможность, которую стоит применять при покупке гибридов кукурузы сингента. Движемся дальше, коллеги. Следующий цифровой сервис, Павел небольшое упоминание сделал по прогнозу уборки на кукурузу носилось и на зерно. Мы создали модель, которая ведет расчет времени оптимального для уборки на основании текущих влажностей многофакторного анализа. Это две разных модели носилось и на зерно. Мы учитываем немножко разные параметры, но среди ключевых это сумма эффективных температур, метеоданные накопленные, тот же NDVI, если он доступен в текущий момент, и несколько других показателей. И сервис нацелен у нас на определение оптимального времени для уборки и планирования графика работы. Ну, наверное, вам объяснять не нужно, что своевременная уборка с необходимой влажностью как раз помогает выполнить те требования к качеству зерна или кормовой сервис. Сервис уже достаточно давний у нас в Круппайс, один из первых, и мы продолжаем, но тем не менее мы продолжаем работать над повышением точности так, чтобы аккуратность модели могла удовлетворить даже, знаете, самого строгого пользователя, у которого для меня важен каждый день, а то и каждый час. Мы добавляем все больше данных. В прошлом году, в 23-м, мы собрали еще один набор данных, и в этом году модель будет дообучена, и точность будет еще выше, чем в прошлом сезоне. Здесь я, в пример, бы хотел привести хозяйство из Республики Башкортостан. Всего сервисом в прошлом году воспользовалось больше 37 клиентов, насколько я помню. Вот пример из Республики Башкортостан. Пользователь впервые использовал сервис. В Круппайс была сформирована самим сервисом автоматическая тревога, которая пришла по 17 августа, и 28 августа был осуществлен выезд представителям Сингента, который с помощью Волгомера и исследований подтвердил рекомендации Круппайс, и по согласованию с Игроном с 1 сентября началась упорочная кампания в том приоритете, который был предложен Круппайс. Сервис также доступен при покупке гибридов от 100 единиц. Я думаю, что мы уже немножко ограничены во времени, а движемся дальше, коллеги, по нашим сервисам. Это прогноз распространения вредителей. Наша гордость российской Сингента, потому что модели сделаны только с помощью нашей команды, мы собирали эти данные, выгодировали их в течение нескольких лет, прежде чем представить на рынок. И сервис работает достаточно просто, он автоматически отслеживает те заданные, опять же, ключевые параметры для каждого вредителя, а не свои, свой набор, на основании данных с каждого метеополя. В мониторинге на сезон 24 у нас доступны по кукурузе хлопковая совка, стеблевой мотылек и луговой мотылек в пилоте. Мы еще продолжаем проверять эту модель. Здесь нам нужны данные от вас, обратная связь от вас, насколько эта модель точна и насколько велика погрешность в днях при использовании модели. Сервис помогает своевременно не пропустить момент развития вредителей, получить сигнал о том, когда стоит установить ловушку феромонную или световую, о том, когда необходимо выехать на поле для того, чтобы проверить эти ловушки, о том, какая сейчас фаза вредителя наступила, и также, соответственно, сработать препаратами по тем восприимчивым фазам и своевременно предотвратить риск потери урожая. Сервис доступен при покупке от 250 единиц в этом году, либо при покупке препарата Ampli, целевого для данного сервиса, либо на всю площадь при покупке препарата Ampli. В прошлом году сервисом пользовалось значительное количество пользователей, почти с топовым, 96 товаров и сельхозтоваропроизводителей, и я бы хотел показать пример из Белгородской области. Здесь вы видите слева на экране фотографию отчета осмотра, который был сделан сотрудникам Сингента в данном хозяйстве. И сигнал пришел 12 июня 2023 года, и на выезде 13 июня были найдены ровно те объекты, которые были порекомендованы системой. Соответственно, точность здесь практически была день в день, ну и по центральному и южному региону точность как раз укладывается в целом, в среднем, в 2-3 дня. На юге еще точнее, в центральном регионе точно в 3 дня укладывается. Это достаточно хороший результат для того, чтобы полагаться как раз на цифровой сервис при принятии решений. Следующий цифровой сервис, один из самых новых в нашем портфеле, это мониторинг засоренности полей, и он основан на модели прогнозирования фаз вегетации растений в Круппайс, который, кто пользуется, уже видел, на странице поле его можно найти. И мы собрали достаточно данных для того, чтобы сравнить, при каком индексе и фазе развития можно говорить о том, что поле, скорее всего, засорено, что это уже не культура, а сорняки, и в таком большом объеме, что мы на индексе NDA его можем отличить. Сервис предназначен для того, чтобы сфокусировать внимание в большом массиве полей, возможно, либо сделать приоритизацию участков и сократить потери как раз из-за активного развития и поглощения питательных веществ сорняками. В пример здесь хотел бы привести Тамбовскую область. Вы также видите слева отчет осмотра в Круппайс представителей Сингента. Мы получили сигнал о том, что там прям большие массивы полей на юго-востоке, по-моему, да, на юго-востоке области зарастали. И, соответственно, по сигналу был совершен выезд, установлено действительно, что зарастание происходит, и была произведена обработка препарата Малюмис. Вот здесь сервис пилотный, достаточно новый, и мы еще работаем над улучшением фаз и улучшением рекомендаций, поэтому никаких ограничений по объему закупки препарата Малюмис. Если вы его покупаете, вы, соответственно, можете воспользоваться сервисом. Вопросов, наверное, пока не возникает. Благодарю вас, коллеги, за внимание. Я еще хотел бы минутку буквально вашего внимания занять. Пока не вошел в портфель по цифровой поддержке кукурузы сервис по мониторингу стрессовых условий, мы будем рады, если кто-то проявит желание обратиться к своему представителю Сингента, либо, если знаком уже, к представителю-эксперту по цифровой поддержке, в каждом регионе у нас также есть, и попросит провести пилотный сервис по мониторингу стрессовых условий. И платформа таким образом будет сама отслеживать риски наступления тепловых и холодовых стрессов по кукурузе. В этом году мы еще пробуем добавить рекомендации на орошение, поэтому будем рады тем активным пользователям, которые готовы тестировать новые разработки Сингента и Кропфайс в своем хозяйстве. Еще раз, если какая-то помощь вам нужна, обращайтесь по тому, как воспользоваться цифровым сервисом, как его подключить, как представители Сингента, либо эксперты в цифровом регионе. Паш, у меня все. Спасибо огромное, что ты время предоставил. Спасибо, Константин. И еще у нас остался один опрос, как раз про цифровые сервисы. Сейчас я попрошу нашу поддержку включить его. Буквально несколько секунд дадим вам, чтобы успеть проголосовать. Очень интересный вопрос. Вообще, я думал, что с запуском первого спутника началась эра цифровых сервисов, но оказалось, что это не так. Мнение разделились практически. Гараж, пожалуйста. Я просто хотел сказать, что правильно. Это 18-й год все-таки, коллеги. Это тогда было пилотирование первых-первых сервисов. В 2019 году они были более широко использоваться. Но в 2007 году еще не было даже платформы CropVise, которая является базисом и провайдером для всех этих цифровых сервисов. Спасибо, да. Очень интересно. Ну и мы возвращаемся к нашей презентации. Сергей, да, пару комментариев, может быть. Нет, нет. Отлично. На самом деле порадовалось, что вы с нами. Следите. Такой короткий комментарий. Благодарю вас. Ну и в завершение небольшой анонс. Какие же мероприятия вас ждут и нас тоже в этом сезоне. Мы продолжаем наши центры экспертизы, полевые города, силосные советы. И, конечно же, продолжаем поддерживать сельхозпроизводителей с орошением путем создания клуба «Тысяча пудов». Кто-то из вас уже пару лет в нем участвует. Если вы еще не знаете про это мероприятие, наверняка узнаете в этом сезоне. Добро пожаловать к нам за новыми знаниями. И мы у вас тоже учимся каждый год. Всегда рады встрече в полях. Особенно в полях, само собой. Потому что только там рождается истина в сельском хозяйстве. Это правда. Мы можем теории, презентации рассказывать. Мы и не мы. Великое множество. Но когда сталкиваемся с практикой, это гораздо более интересно, живо и познавательно. Спасибо, коллеги. Сегодня вы узнали, как сервисов и финансовых программ можно заработать на кукурузе в этом сезоне. На самом деле, это еще не все. Некоторые фишки мы вам расскажем, я думаю, уже в полях в течение сезона. Так что до новых встреч. Спасибо всем за внимание. Спасибо, коллеги. Спасибо.